всем привет привет тут солнечная талина вроде я не беременна это у меня такая кофта у меня платье полуколена длинная под низом рубашка поэтому она может топыриться и чтобы не было вопросов сразу скажу что я не беременная и желанием не горю смотрите вот этой краской я сегодня буду красить волос меня постоянно до сих пор спрашивают я уже сто раз показывала бедные девочки которые смотрят это одно и то же по сто раз но тем не менее вопросы мне задают вот такой краской я буду сегодня красить волосы крашу я на грязный волос поэтому я увидите заколола не мыла потому что волосы крашу на грязный волос всем привет привет эту пищу раз солнечная талия на проводе хотя настроение очень не солнечно я даже вчера думала снимать видео кто-то не снимаю и к б как начну видео снимать все полезли все в кадр вчера хотела тоже снимать видео но было как-то не до этого у нас вообще в италии очень популярные прямые эфиры самого утра и до позднего вечера и ночью у нас постоянно по всем каналам есть прямые эфиры обожаю прямые эфиры но смотря конечно кто в гостях в студии сейчас посвящены все новости уже третий день трагедии которая произошла в италии она меня задела вот знаете от кончиков пальцев на руке до кончиков пальцев на ноге вот я настолько протрогала что я и ночью как-то тревожно сплю потому что мысли не покидают ну как так можно было 2017 год на дворе и не спасти людей это вообще просто я просто была я просто шоке не то что была я до сих пор в нем поэтому и там телевизор работает и там телевизор работает я смотрю новости жду каких-то новостей надеюсь потому что надежда умирает последняя потому что в голове просто не укладывается и многие тоже в комментариях написали марина расскажите буду делать блины марина расскажите что вы об этом думаете что там вообще землетрясением я расскажу своими словами принципе я тоже видела по нтв называется русской телевидение тоже видела то что вам рассказывают там в принципе все правильно просто очень информация сжатое мину буду делать много буду делать друга потому что они едят очень хорошо потом после шутка доделывала что я сегодня сейчас так что я сегодня выбегала за яйцами я не знаю мне холодно при температуре минус 2 минус 1 кстати одно яйцо было начну с того что произношу что вообще в италии сейчас происходит это вообще никого не радует во первых снегопады у нас и на севере а севера севера на свет от восточной части и южная часть как ни странно заметила больше снега землетрясение землетрясение продолжается единственное что он не очень сильные толчки как было два дня назад 54 сама сильная была опять же это вот зона которая пострадала в августе месяце матрича на вот и все вы слышали что завалило я просто слушаю там как всегда мысли не могу соединить с языком слушаю там телевизор с вами разговариваю многие знают что завалила один из самых популярных отелей в италии 30 человек в нем было 6 или 8 человек было это люди которые работали и 23 человека там или от 20 было людей которые были отдыхающие что интересно были дети было четыре человека одну семью уже нашли это мальчик маленьким она лет восемь и мама с папой они кстати так как раз на фейсбук за фотографию свою за залили перед трагедией вставляете а одна из семей которые спаслись два человека на и на вы уже знаете вам рассказали если я что-то опускать какие-то моменты читайте комментарии потому что в комментариях девочки которые живут в италии возможно что-то знает новое они вам подскажут если кому-то это интересно вторая семья мальчик идея девочки 6 мальчику 8 мама остались в гостинице папа в этот момент вышел в машину как он говорит взять лекарства для своей жены и всю эту гостиницу накрыла снегом протащила гостиницу говорят от 8 до 10 метров вообще его снесло потому что во-первых слышались толчки и землетрясения во вторых пошла лавина снежная потому что снегопада был сильнейший говорят люди по 70 лет такого снегопада уже не видели вот и пошла лавина естественно за собой потянула камни и за собой потянула деревья это вот все она срушилась на эту гостиницу потому что гостиница находилась вот на горе и сзади нее были очень красивый вид пейзаж показывали этой гостинице гостиница была с бассейном вот эта вот зона которая находилась сама в гостинице подземная там где был спа салон и был бассейн она осталась еще так более менее то есть если бы туда все забежали бы на момент крушения то остались бы живые так как наверно люди люди уже в принципе собирались уезжать потому что некоторые по некоторым новостям говорят что хотели бежать из-за того что слышались толчки землетрясения некоторые говорят что просто хотели уезжать потому что видели что идут очень сильный снегопад ну типа погода как бы намекала что может пойти не по плану не было вот этих вот машин которые разгружают машину мы разгружают дорогу и люди уже по сводкам по вот эти вот и два мужчины остались живые не сказали что-то мужчина который потерял на данный момент без вести пока никого не нашли будем надеяться что хоть кто-то выжил хотя это третьи сутки я не знаю я при температуре минус 2 мерзну а это представьте просидеть там трое суток в такой холод там же там снег от двух до трех метров три метра снега на него что машины не могли проехать мнение итальянцев по поводу того могли спасти сразу людей или не могли спасти сразу людей разошлось на два лагеря но сейчас я по порядку в общем мужчина этот сказал что отец этой семьи сказал что вот когда он вышел и брала что-то в машине он сказал что уже в принципе все посетители отеля были готовы на выход на эвакуацию в плане что они ждали снег сне снегоходную машину которая расчистит дорогу потому что естественно дорогу за нас все занесло с утра там ночи и день этот снегопад был поэтому вот люди уже были собраны в принципе одна семья вообще должна была уехать с утра из-за погоды опять же они не уехали и остались там на обед для того чтобы типа ждали что приедет эта машина расчистить дорогу и люди оттуда выйдут когда он вышел в машину взял какой-то там как он говорит он вышел за медициной другой мужчина вышел сделать газовую колонку да ну чтобы типа наверно какие-то перебои уже были у них с отоплением многие также в новостях рассказывают по всем каналам что более 80 тысяч людей остались уже несколько дней почти там недель без света остались они естественно без без продуктов многие семьи потому что некоторые города в этой части получились отделены вообще просто цивилизации сегодня сказали что умерла еще одна пара пожилых людей которые тоже были без света и грелись карбоны углем грелись углю углем топили печку и видно заснули и они умерли от газов все это трагично по всем каналам это все рассказывают наших я не съем но не буду говорить за всех итальянцев я буду говорить только за тех кого я узнаю в том плане что вот где вот бар дети ходим по утрам покупаем бутерброды там где хлеб я покупаю в общем в этих магазинах в этом барчике тоже магазине в хлебном никогда не было телевизора и даже в хлебном магазине не было радио потому что за это надо платить если итальянцы экономит зачем он там радио не так и слушать возможно если кто-то работает молодым они там слушают на на телефоне этого хватает для посетителей этого не включается там в этом паре тоже нету которую рядом с нами дома два барчика тоже нет музыки вот и тут вообще включили телевизор и люди принесли маленькие телевизоры телевизор с утра до вечера и посетители которые приходят по часу если раньше выпил кафе и куда-то убежал теперь это с улицей все это тема они разговаривают между собой делятся впечатлениями в нашем городе в нашем районе куда хожу я люди переживают и сострадают не говорила что я блины всегда делаю на глаз вот тоже это то что могу рассказать я некоторые итальянцы вообще приписали сюда иммигрантов в том плане ну как это так когда приезжают мигранты у нас находится средства приехать спасти их люди которые не придут на помощь а когда надо нам самим итальянцам мы платим такие вот огромные налоги в трудную минуту к нам некого прислать многие говорят что ничего сделать они не могли потому что замену дорогу действительно по телевизору показал что там снег 3 метра и просто даже машина проехать не может и старинного машина которая будет выбрасывать снег разгружать дорогу и таким планом может кто-то проехать другие говорят что ну как это так и же вертолеты и даже если это снегопад 30 человек это не 300 как у нас год приезжают к нам иммигранты по 300 человек это 30 человек и никто не пришел на помощь и тут мужчина который вышел как он говорит за таблетками жене он сказал что они звонили и связывались со службой безопасности и просили помощь то есть они просили помощь они сказали прямо потом уже сейчас уже через несколько дней вышел в эфир этот разговор где этот звонок где он звонит и он говорит что отель снесло то есть отель вообще-то пол отеля больше нету словина шиза спустилась и по отеля унесла и как утверждает одна из девочек которая тоже или знакомая звонила и сестра звонила она тоже звонила в службу и говорила что сестра находится в таком-то таком-то отеле и просит помощи что очень плачевная ситуация ждут эту вот машину которая гребет снег она она прямо сейчас в эфире уже это уже на третий день она говорит или на второй она говорит что мне никто не поверил то есть это сейчас уже каналы начали таких вот тестимонов это как это будет свидетелей только сейчас начали пускать в эфиру потому что мы понятное дело что поздно ли рано это выйдет потому что журналы пишутся совершенно о другом заголовки идут и естественно сейчас им дали какую-то даже возможность это высказать по телефону потому что она говорит что аларми то есть о помощи просили о помощи заявили просто никто не поверил сначала в это просто не поверил просто по чей-то халатности что за кипиш на корабле по чей-то халатности просто кто-то так отнесся к тому что это все неправда и и там вроде как в разговоре когда просят о помощи говоря что сошел сошла лавина и отеля больше нет по моему даже ответили что сейчас мы прозвоним хотя мы звонили и вроде там все нормально они очень поздно некоторые итальянцы очень поздно пришли начали заниматься этим и приходить на помощь в принципе можно было людей спасти третьи сутки я не знаю в таком холоде господи дай бог кто-то выжил ну хотя бы дети потому что это несправедливо я помню когда в киеве женщина оставила маленьких детей без воды и без еды там хвата дней я уже не помню девочку же все-таки нашли в тяжелом состоянии она стала жива может быть здесь бы тоже кто-то остался живу жизнь в такой полотки я не знаю тарелочку возьму что блинчики я тарелочку вот такие вот девочки дела поэтому там показывать все это прямом эфире все об этом говорят сегодня молодец хоть муссолини александра муссолини внучка известного муссолини друга гитлера хоть она сегодня была в прямом эфире на пятом канале и хоть она сказала ребята говорит дело делом говорит но есть же вертолеты почему не тут этих вот который по снегу говорит ходят как они называются звездоходы снегоходы вот вот она вот она и и уже позвали потому что по мнению некоторых итальянцев что просто об этом не хотят говорить и легче всем сказать что ничего нельзя было сделать понимаете не переживать за свои пушистые заны потом показывает вот этих вот мэров этих городов мне кстати когда дело блины говорила марина мне говорили марина не ложите масло это пожалеть желудок детей вот сегодня я не ложу потому что она сломала не ложусь у меня есть варенье так что потом а когда начали тут и все вести расчистки на приближение к самому этому отелю естественно этот машина которая расчищала снег шла очень медленно плюс они не вовремя как бы начали саму операцию и молодые пацаны молодые там их несколько человек понимаете они естественно по-моему четыре часа не добирались до отеля на лыжах на лыжах потому что от коктейлю было не пробраться и в этот молодой парень говорит что хорошо чтобы мы пошли на лыжах мы в машине нашли таких вот двух мужчин которые грелись конечно там эти шесть человек которые пришли на лыжах они же не смогут разгребать лопатой там целая альберга целая как это сказать целый огромный дом особняк конечно туда надо 300 человек как минимум чтобы быстро быстро лопатами все разгребали сейчас до сих пор италия трусит но землетрясение сказали что просто толчки не очень сильные и конечно тоже в опасности находятся те же парни и те же женщины те же скорой помощи которые поехали вот на данный объект на всякий случай не дай бог что и в помощь и рискует они выходят кто-то видели на месте на самом месте безопасности хоть одного мэра я по телевизору не видела в зоне опасности ни одного мэра я видела молодых пацанов ну и вот итальянцы говорят что типа как вот мы 35 или 40 евро мы платим на содержание иммигрантов а их опять на ту неделю прибыло 300 человек мы их содержим говорит и когда нужно им что-то то вы приходите сразу на помощь показывали вот на ту неделю была забастовка в городе ференция но я как-то не не смотрела полностью это я вот сейчас телевизор стала смотреть последние дни вот вот саша у меня болело я как-то тоже горло у меня болело на диване мы с ней лежали вот и телевизор гоняли переключали канал на канал вот и тоже отбастовали типа мигранты и жаловали что это не жизнь это не жизнь посмотрите в каких условиях мы живем некоторые дали дали даже резиденцию там и вот там одного спрошу сколько вы в италии он 10 лет у женщины спорта вы сколько там у девушки на я 8 лет а вы работаете на нет я ни разу не работала за 8 лет и он ни разу не работал за 10 лет как они живут они стоят хорошо одеты мне хорошие шарфы и у них хорошие курточки хорошая шапка они не похожи на бомжей вообще надуханные все в очках он стоит от солнца еще с телефоном пятым айфоном 10 лет человек не работает в италии естественно итальянцы говорят почему к ним на помощь приходится сразу и когда афференция это вот была забастовка там еще полиция их чуть ли там не побила этими палочками за то что они там очень сильно очень громко реагировали на все это вот то потом когда прибыли новые мигранты показывать что иммигранты стоят а итальянцы им раз подушки раскладывают постель засти это не послушаем их на матрасы положили спать им закладывают постель с чистым бельем дают хорошее одеяло не порванные одеяло и дает хороший чистый вот такие вот толстые пуховые там или какие-то синтепоновые одеяло им дают понимать это я не беременна у меня там что нет у меня уже задолбали с мобили понимаете и вот мне некоторые итальянцы насчет этого начали говорить что ну как это вот пусть эти 300 человек иммигрантов за которые мы платим по 30 по 40 евро в день допустят их туда на вертолете отводят и они копают низ я не знаю правильно это осуждение или неправильно просто это итальянцы самые коренные итальянцы не уже не уже просто устали от всего этого понимаете и стали от беспредела не устали смотреть на страну которая разваливается они уже просто от этого устали меня эта трагедия коснула до глубины души девочка которая работала эстетистом в этом самом в этом альберго наш папе позвонила в четыре часа она позвонила в 6 она уже начать на 6 вечера она уже не выходила на связь и папа тоже и сказал что мы перекинулись двумя словами потому что очень связь плохая там потом показали прабабушку этой девочки надо да я конечно надеюсь я надеюсь на я тоже надеялась первые там полтора дня что ну мало это может куда-то забежали где-то остались но даже собаки следить найти не могут сегодня опять по телевизору показали стоят большинство молодых парней стоят гребают снег кто гребет кто разговаривает конечно они музыку там музыку подставляют на итальянском телевидении такая тревожная музыка что типа там и все но они хотя бы на я не могу сказать что они ничего не делают хотя бы сделали на увеличение видео знаете что типа и движение это как-то происходит сейчас минуточку я у меня горло я сегодня купила себе вот такие вот от кашля такие вот эти самые таблиточки сухой кашель пошел вообще сухой кашель это хуже всего знаете как аскорбиновая кислота кислота в аскорбинке вот такие вот дела его час нет сейчас магазин выходила меня опять сосед тоже остановилась соседом люди неравнодушные и соседа опять на на эту тему разговаривали конечно по телевизору говорят нельзя было туда подъехать нельзя было туда прилететь но тем не менее показывали с вертолета съемки с места происшествия понимаете не очень жалко меня прям вообще только была молодая пара девочка с мальчиком которые поехали на день рождения его по моему они были жениха с невестой молодые очень там большинство молодых другие приехали вот семья с двумя детьми была семья с одним ребенком с мальчиком она погибла уже точно сказали еще одна семья была в основном все молодые и потом на сам персонал был молодой жалко 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 потому что умирать когда ты знаешь что ты умираешь это хуже всего если кто-то вот остался в живых телефон не работает до кричат это не можешь помощи никакой нет и ты реально понимаешь что ты замерзаешь ты сейчас уснешь его с ним не извиняюсь меня просто сняли этот этой как конфеты на проснулась сегодня сухой кашелью вот это это ужасная смерть умирать когда ты знаешь что ты умрешь но я не знаю я надеюсь год после какой-то вот я не знаю случится какое-то волшебство хоть одного человека чтобы спасли и опять же некоторые итальянцы говорят что а кому выгодно кого-то спасать чтобы ты рассказали что те тоже звонили в службы это сейчас те которым успели позвонить их родственники друзья кому-то звонили где-то там на фейсбуке писал кто-то вроде бы как что типа надеемся что мы отсюда выйдем может даже не подозревая что это был последний смс понимаете кому вот сейчас итальянцы не говорит сосед а кому сейчас выгодно кому-то спасать чтобы кто-то потом рассказал что они набирали службу звонили их проигнорировали потому что есть же свидетели что звонили и просили о помощи но это ужасно это ужасно хотя опять же говорю то что нам показывает по телевизору нам показывает что действительно снег около трех метров действительно не про машина не проходит естественно сами они не могли выехать из гостиницы им надо было чтобы дорогу им расчистили они бы сами бы не выехали потому что все там снега начиная двух до трех метров на автостраде естественно они продвигались очень 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 долго ну вот это вот новости такие я даже вчера не смогла видео снимать я честно говорю настолько меня это все поразило это просто что вот она рядом вот от 2017 год у нас новые машины новые механики итальянцы только денег платят своему платят налоги до своему своему парламенту там кому не так вот сколько там в казне этих денег и не могли выделить деньги опять же это я все слышу о том что говорят вокруг меня что я в этом не разбираюсь там а тоже открыл три дня назад свою фирму вроде бы надо делать вид что ты радуешься что ну ладно со всеми неудачами которые у него были в 2016 году он прогорел два раза и действительно если я раньше видео говорила что он вкладывал в последние деньги это действительно вот сейчас он вложил свои вообще ну последний слова некрасивая крайние деньги да и он три дня назад тоже открыла фирму я уже не понял как она называется он не кстати говорил вот открыла фирма открыл это вот его чтобы платить налог от заработанного количество денег а чему радоваться 200 заработал 100 отдал в казну 100 положил в карман 50 заработал 25 взял себе 25 отдал налог радоваться чем он открыл 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 потому что ты просто сейчас сделал все легально как настоящий честный гражданин своей страны все поздравить что у тебя пойдут дела или там дай бог конечно но поздравляю прямо это отмечать с буква шампанского и кричать ой несмотря на все невзгоды ты сумел подняться и пошел дальше пока молодой надо пробовать потому что старость если ничего не получится ты скажешь я хоть что-то влаживал пробовал но у меня не получилось я не лежал на диване а радоваться нечему чему радоваться пока нечем даже и это сколько надо зарабатывать чтобы туда половину отдавать и тебе хватало половину имея тем более семью платить за газ сейчас говорят вообще это мы сейчас отключили у нас газовое отопление в квартире мы сами его можем включать мы от него отказались уже несколько лет назад потому что у тебя потом приходит кто видео на нас вот я рассказывала тебя приходит там 400 за газ и там у нас было раньше мы были типа ночью мы включая там машинку там еще что-то типа на ночной типа ночной тарифу стоило дешевле у нас свет а на самом деле я вам показывала как-то счета у нас на по 300 по 400 до 500 доходило ночные тариф потому что можно дешевле а утром попробуй включи духовочку или там днем тебе надо вот такие вот дела поэтому сколько зарабатывать а я говорила что мы отказались от газового отопления и мы сейчас дети у меня в школе она у меня не надо мне даже окна открыты ну я тепло принципе дело в кофте дети то разбирают и я иду на электрическом меняю котлета но хоть так-то только ценю магазин зашла за молоком за яйцем у меня аж это слезы пошли кашлял слезы идут поэтому я иду на я сижу на газом на электрическом я включила обогреватель комнату детскую прогрела дверь закрыла как-то надышали все всем тепло я заплачу один корешок я заплачу за за свет чем я буду платить за газ а представьте растопить дома огромную кого большие дома растопи такой дом сколько ты заплатишь все блинчики мои готовы это не мои симпатичные тарелочка закрою и все блины и готовы ланика девочки мальчики мужчины в общем вот так вот хотелось сегодня поговорить многие задавали вопросы марина где-то нигде просто старше себя приболела тут случилась эта катастрофа и что-то прям так в сердце вот и запала все и все что типа возможно я же еще знаете прислушиваясь мнению окружающих вот там где бар вожу детей не по утрам ну тоже там капучино пью и разговаривают итальянцы и когда их слушаешь уже взрослых мудрых людей которые прожили жизнь и которые говорят что это возможно можно было спасти если бы им сразу поверили если бы туда прилетели если бы ну и все время если бы если бы хотя с другой стороны на 10 метров от отель унесло то есть его просто он просто съехал с такой силой было лавина с такой силой от эти вот камни деревья это с такой силой на него все навалило что просто снесло на 10 метров его протянуло в общем короче ребята такие вот дела поэтому я тоже смотрю телевизор новости думаю хоть бы одного человека спасли тоже так выходишь за хлебом и там сейчас телевизор поставили все много людей теперь стало останавливаться если раньше хлеб купил убежал теперь разговаривают появилась тема для разговоров опять же некоторые считают что как иммигрантам мы даем много они ничего не делают там женщина говорит ну вот как к нам же не приезжают строители доктора там лучшие парикмахеры там или те которые умеют шить обувь нам же не приезжают эти люди к нам приезжают люди которые ничего не умеет делать понимаете они же не строят бам как у нас строили бам в ссср и вся молодежь подняла поехала из перспектива строили бам здесь ничего никто ничего не строит куда на виноградник с удовольствием сейчас пойдут работать по весне и по лету и сами итальянцы которые без работы в барах тоже место сейчас попробую найти сейчас везде молодежь где только есть кто хочет работать берется за свое рабочее место дерется и держится но в общем жалко что так все получилось это италии и сами итальянцы как-то вот я смотрю настроение как-то они конечно их сплотила вот это вот трагедия на данный момент потому что я вот смотрю что если раньше просто кто-то заходил попил кофе уходил сейчас они вот стоят кучками много пожилых лишь особенно людей как-то вот их сплотила у них появилась общая тема для разговора как-то раньше выпил взял там и пошел а с другой стороны видите трагедии объединяет ладненько все напишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу девочки которые живут в италии может быть я что-то не досказала может это ошиблась я прошу прощения или что-то перепутать я не должна была тоже оставляйте свои комментарии в общем все я ответила на ваш вопрос потому что вконтакте в одноклассниках очень много ты такой знаете самый популярный вопрос на сегодняшний день и надо было ответить ладно все все пока здоровья берегите себя всем главное это здоровье успеха главное чтоб у нас удача присутствовала все всем до встречи вот покажут смотрите сколько снега в самом помещении насколько была сильная сильный был удар это потише сделала насколько сильный был удар что-то вот снег он с улицы зашел видно он пробил стену вот это вот находится на первом такая вот вилла была и сейчас вот такая вот она стала вот показывает ему первая картинка старая вот такие вот дела